Юрий Владимирович снова навещает в Радужном Анну Вадимовну. Он случайно слышит, как следователь Петров признается ей в любви. Доминика посылает Юрию Владимировичу письмо, в котором просит прощения за то, что несправедливо обвинила его в предательстве. Она обещает вернуться после того, как найдет виновника своих несчастий. Ритка узнает о том, что у Борюсика появились проблемы с работой и пытается ему помочь. В это время на ее мобильный телефон поступает новое сообщение с угрозой. Ты стала непослушной, не выполнила просьбу о систем-сервисе, это нехорошо. Крокодил. Юля, позови ко мне Петика срочно. Чего тебе? Петя, я хочу с ним встретиться. Чего опять переодеваться? Ну, с кем ты хочешь встретиться? Значит, имею в виду Рит, если мы опять поедем к этому доктору, чур я здоровый. Петя, я хочу встретиться с крокодилом. Срочно. Организуешь? Не вопрос. Вы зря теряете время. Это ваше счастье, что я не вызвала милицию. Что вам от меня надо? Я уже вам повторял сто раз. Отдайте мне мои деньги. Да что ж такое, а? И долго я этот бред буду слушать? Да пошли вы отсюда, убирайтесь. Пошли. Вы что думаете, я не знаю, что это вы все подстроили, а? Что вы молчите? Я аж сюда пришел к вам, как дурак, все выложил. Где, что, чего, куда, а? А потом раз и денег нет. Вы что думаете, я позволю с собой так поступать? Слышь, ты! Значит так, я вам не позволю себя оскорблять. Пошел отсюда, вон! Послушайте, хорошо, давайте сделаем проще. Давайте сделаем по-другому. Мы с вами поделимся. Вам половину и мне половину. Ну это же честно! Ну, ну что вам еще надо, я не понимаю. Ну что? Ну? Так вы подождите, вы звоните. Хотя, конечно, зачем вам половину, когда можно взять все, да? Жорж! Жорж, вызовите милицию! В чем дело, Виктория? Что за шум? У меня... У меня сегодня просто очень нервный посетитель. Так отправьте его на консультацию к Жоржу. Кто это такой? Сейчас приедет милиция, и она разберется. Я вас сам выведу на чистую воду. Сергей Никитин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что здесь была клиника доктора Медведева? Да, да, здесь. Здравствуйте. Ах, боже мой, Борис Михайлович, так это вы. А я думала уже, что ушиблась адресом. Написано «Вась-Вась» какой-то. Не какой-то. Не какой-то, а целитель, Василий Иванович. И, пожалуйста, выйдите в очередь, товарищи алкоголицы. Василий! Что, Василий? Запишите их в очередь, Борис. Давайте, давайте. Василий Иванович, можно вас? Что, коллега? Коллега, Василий Иванович! Боря, ушко! Баночку! Так, мне, Василий Иванович, нужно пару слов в коридоре на ушко сказать. Боря, ушко! Понимаете, целителю Василию нужно было срочно выйти в астральный мир. Подышать воздухом. А я? Что? Я запойный уже или нет? Какой запойный? Вы совершенно не запойный! Конечно же, не запойный! Все! Вы выздоровели абсолютно! Только я вас очень прошу, больше не пейте! Дамы, прошу вас, присаживайтесь! Борис Михайлович, в прошлый раз мы с вами не окончили курс лечения, так вот, мне хотелось бы его восстановить. Я даже к вам пациентку новую привела на консультацию. Спасибо, но почему вдруг... Маргарита Викторовна сделала вам такую рекламу, так хвалила вас. Нет, вы не подумайте, я и сама ни на минуту не поверила, что все эти слухи о той передаче... Боже мой, какая же все эта глупость! Я сама всегда всем говорила, не может быть, чтобы такой человек, как Борис Михайлович! Но люди, вы же знаете, какой у нас склочный народ! Борис Михайлович! Это да! Теперь знаю! И что здесь происходит? Этот тип предложил мне сделку отмыть деньги через детский дом. Я его выгнала. А он стал обвинять меня в том, что я их украла. Вы украли деньги что, в большую сумму? Ну, Самвел Михайлович, ну это же смешно. Ну, я бы пошла на сомнительную сделку. Сомнительные сделки не для вас. Не для таких женщин, как вы. Сомнительные сделки – это для таких толстокожих бизонов бизнеса, как я. И это будет справедливо. Да не смешно, Самвел Михайлович. Вот, Маргарита. Я подготовила материалы для подписания договора. Над некоторыми пунктами работала Татьяна, я их откорректировала. Проверь, пожалуйста, чтобы не было разногласий. А где реквизиты фирмы «Все для кухни»? На последней странице. А. Угу. Все ясно? Да, все ясно. Давно хотела вас спросить, Амалия Станиславовна. Да? Отчего вы больше всего боитесь в жизни? Неуместных вопросов на рабочем месте. Вы боитесь ответить серьезно, да? Помнишь сказку про Кощея Бессмертного? Где была его жизнь? В утином яйце. В яйце – иголка. На кончике иголки – его жизнь. Так вот, я очень боюсь, что кто-то доберется до кончика иголки и уничтожит мою жизнь, мою душу. Я сейчас расплачусь. Ты очень молода. Как все молодые жестоко. В молодости трудно представить, что наступит день, и единственное, что останется ценного – это твоя душа. Ха-ха-ха. Хи-хи. Знаете, вы самый прекрасный человек, которого я знаю. Ага, вот почему вы у меня редко бываете. Работы много. На зоопарк, на рынке. Я там привез машину фруктов для ребятишек. Скажите, чтоб разгрузили. Спасибо. А то, что я редко у вас бываю, ну, вы поселились в моем сердце. Понимаете? А для сердца нет ни времени, ни расстояния. Как вы красиво говорите, Самвел Михайлович. Так хочется вам поверить. Ты меня недавно спросила, хочу ли я вернуть Доминику обратно. Если хочешь знать, я только об этом и думаю, но все гораздо сложнее. Дело в том, что Доминика не просто наемный работник, которого уволили. Речь идет о целой фирме, которой она лишилась. Да пусть она просто появится. Я отдам ей супернику и все. Хе-хе. Я тебе не верю. Ваши проблемы. Забавная ты, девочка. Неужели ты не чувствуешь себя счастливой от того, что все это твое? Для меня счастье в другом. Но я вам не скажу в чем. Вы все равно не поймете. Да. Возможно. Но я понимаю другое. Первое, о чем тебя спросит Доминика, это то, о чем спрашивает теперь тебя я. Откуда у бедной торговки с рынка такие деньжищи появились на приобретение акций компании? С моего банковского счета. Ответ достойный вопрос. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Подожди меня за дверью. Господин Медведев, мы с вами не знакомы, но я очень много о вас слышала. Да. Я тоже много чего о себе слышал. Вы знаете, у меня мало времени, постоянные командировки. Итак, я хотела бы уточнить, какой у вас график, когда нам с вами будет удобно? Простите, а что именно нам с вами будет удобно? Как это? Разве это не салон красоты и здоровья? Да. Вот я и пришла записаться к вам на прием. Что же здесь не ясного? Ага, в этом смысле. С удовольствием. Вот моя визитка. Пусть ваша медсестра свяжется с моим секретарем. Было очень приятно с вами познакомиться. Да. Подождите, как вы узнали обо мне? Кто же вас не знает после того, что вы сделали с Маргаритой Калашниковой? Да, она теперь просто настоящая красавица. А скажите, правда, что у нее из ушей волосы росли? Иногда. Интересно получается, Маргарита. Ты снимаешь деньги со счета и даже не задумываешься над тем, как они туда попали. А я тебе расскажу. Совсем недавно ты практически назвала меня взяточницей на глазах у директора систем сервиса. Потом обвинила в этом Сергея. А что же ты про себя забыла? А? Угу. А ведь тебя подкупили. Я даже знаю, кто. Враг Доминики. Ты исполнила все его указания и выкупила контрольный пакет акций. Я директор Суперники. Нет. Ты всего лишь марионетка. И когда ты исполнишь свою роль, тебя снова уберут в ящик. Тебе остается надеяться только на одно. Что Доминика Первый уничтожит своего врага. Нет, все нормально, да. Конечно, конечно. Я все время лежу, да. Нет, ну, пожалуйста, вы меня не кладите в больницу на сохранение. Мне дома лучше. Да, правда. Ну, конечно, я сама заинтересована. Я все время лежу. Да. Честное слово. Не только обнаружили. Нет, нет, я лежу. Честное слово. До свидания. Я уже приехал. Я уже приехал в медицинском центре. Когда служба спасения уже объявила отбой, и ребенок считался навсегда потерянным, он вступил в бой с подводным течением и победил. Вчера, благодаря оперативным действиям профессионалов, была спасена жизнь пятилетнего мальчика. Ребенок упал в канализационный люк и пробыл под землей трое суток. Самоотверженный поступок спасателя Михаила Коркина помог найти мальчика и спасти ему жизнь. Теперь ребенок находится в реабилитационном центре. Да, течение было очень сильным. Водный поток пронес ребенка около трех километров. Еще немного и... Простите, я волнуюсь. Михаил Коркин удивительный человек. Когда служба спасения уже дала отбой, и ребенок считался погибшим, он вступил в борьбу со стихией. И, конечно, победил. Я знаю, что у вас есть двое детей. Да, у меня двое прекрасных девочек. Вы можете передать им привет. Они, конечно, гордятся своим папой. И передайте привет им и своей жене. Лелечка, Катюша, папа всегда с вами. Я очень люблю вас. А вот жены у меня нет. Здравствуйте. Вот такой он, герой сегодняшнего дня. Человек, который не боится пожертвовать. Я ничего об этом не знаю. Я не враг Доминике. Я никогда не переходила ей дорогу. А зачем переходить? Ты просто ее подсидела? Амалия Станиславовна, я не знаю, что мне делать. Я действительно думала, что Доминика хочет моей смерти. Но я поумнела. Я поняла, что это глупо. Покушение на меня устроили специально, чтобы обвинить Доминику. Да я просто пешка в этой игре. Интересное умозаключение. Я просто подвернулась под руку. Меня могли просто раздавить и не заметить, как муравья под самосвалом. Ведь не думают же муравей, выползая на дорогу, что колонна грузовиков на него муравья охотятся. Да-да. Борис Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, здравствуйте. А я к вам из офиса. Вот, держите, это вам. Ух ты, какая у вас вазочка интересная. А что это? Ну, как что? Это список сотрудников всей нашей компании. Юля, вы ничего не напутали? А зачем мне все эти имена? Козлов, это кто? Козлов, Игорь. Это один из сотрудников нашей компании. А вот видите на буковку П? Полонская, Юля. Да, очень приятно. Это я. Теперь все эти люди будут так сказать вашими клиентами. будут у вас оздоравливаться в клинике. У меня? Ну, конечно, у вас. У меня. У меня жар. Подругайте, у меня жар? Борис Михайлович, ну, приступайте к работе. Короче говоря, в конце каждого месяца я буду требовать от вас счета. Спасибо. Не за что. Наша фирма будет их оплачивать. Вопросы какие-нибудь есть? Есть. Ну, какие? Я сплю. У меня жар. Борис Михайлович, ну, мне некогда. Я побежала на работу. Стой! О, Господи. А кто тебя послал? Догадайтесь с первого раза. А ты, у меня жар. А ты, у меня жар. что мы поговорили и расставили все акценты. Твое желание помочь Доминике похвально, но я боюсь, она его не оценит. Как только Доминика переступит порог офиса, ноги твоей здесь больше не будет. Ты это понимаешь? Главное не место, а главное человек. Такого человека, как я, везде с руками оторвут. Ой, господи, я просто восхищаюсь этими просто народными натурами. Там у тебя изысканная орхидея завянет, чертополох будет цвести и пахнуть. Ой. Уважаемая орхидея Станиславовна. Что? Чертополоха Викторовна, благодарит вас за проделанную работу по договору с «Всё для кухни» и примирует вас дневным заработком. Дорогая Виктория, как бы мне хотелось проводить с вами как можно больше времени. Ну, давайте с вами встретимся, ну, хотя бы в неформальной обстановке. Мы можем встретиться. Только я не представляю, какой она может быть. На качелях? Тогда на «Каруселях» или в кино. Я не могу вас к себе пригласить. Я не готова. Ну, давайте на нейтральной территории. А где мы нейтральную возьмем? В Турцию. Я хочу поехать на недельку в Турцию. В отпуск. Поехали со мной. Боря, какой ты нафиг друг? У меня план, понимаешь, план. Три полные банки. А я ещё одну не натоптал. У меня народ, между прочим, с пяти утра у дверей толпится. Понимаешь, я так не то что на зубы не заработаю, а ещё и мои выпьют. У меня контингент специфический. Вась. Что, Вась? Ну, извини. Вась, я тебе клянусь, что я помогу тебе найти новое место. Не надо мне новое. Вместе мы не сможем работать, понимаешь? Потому что ещё Юнг сказал, что у интроверта и у экстраверта совершенно разный подход к работе. А ты, Вась, извини, ты типичный экстраверт. Вот, Буренька, ругаться не надо. Не надо простого человека. Каждый может обозвать. А вот ты, Буренька, ты должен запомнить, что я экстрасец. Понятно? И ты, Буренька, настоящая интеллигенция. Не знаю, что говорил ваш там Юнга Северного флота. Только мне моя мама всегда говорила, Вася, интеллигенция – это… Это… Но-но-но. Это как? Как оно и вышло. Да, да, Мариночка. Совершенно верно. Отгулы закончились. Приступаем к работе. Всё, жду. Мужик. Здравствуйте, девочки. Ой, здравствуйте. Анжела, вы такая сегодня красивая. Мерси-баку. Марифик. Плес. В смысле, Сильба-пле. Ой, это всего два дня общения. Ты полиглот, тебе учиться надо. Да, ну, поздно меня учить, только портить. Вот, нам замуж во Францию надо, да? На ста, мам, пяти, ямчик. Мил, Мил. Отпустишь меня на полчаса? Посмотри тут за палаткой, ладно? На полчаса в кафешку. Совсем другая. Вон какая счастливая. Чувствует мое сердце Никуша, что всё у вас будет хорошо. И у неё с французом, и у тебя с Артёмом. Ну, ну, всё, душу вытретил. Ой, постой. Что? Тут тебе вот письмо пришло. Сразу не стала ждать, сразу сюда. Может, что важное? Спасибо. Так, на ваш запрос отвечаем. В вверенном нам детском доме Калашникова Маргарита Викторовна никогда не проживала. А это для тебя очень важно, Калашникова. Очень. Ой, простите, я помешала. Нет, нет, что вы, я как раз собирался уходить. Вот. До свидания. До свидания. Чего принёс? Билет. Что показывать будем? В Турцию? На неделю. На неделю. С ним вдвоём. Ну, надо же, какой хороший человек. Куда? Я его догоню. Я ему отдам билет, пока он не ушёл. Ничего я тебе не отдам, и ты ему ничего не отдашь. Ты что, в душу плюнуть хорошему человеку? Ты думаешь? Думаешь, он хороший? Похож. Ой, господи, да как же я поеду-то? На самолёте полетишь. Не волнуйся, я здесь с детишками за старшую побуду, пока тебя не будет. Договорились? Это в ресторане. Я вижу, вижу. Это он напивается. А вот здесь, подожди, подожди, вот здесь уже нажрался. Да, красавчик, нечего сказать. Да, на артиста какого-то похож. Влюбиться можно? Только попробуй. Влюбиться можно. Привет, девчонки. Привет. Здорово. Я вот сейчас шла и вот что подумала. А почему бы мне не открыть свой бутик? Ну а что, думаю, Доминике же в молодости удалось сколотить собственную фирму. Думаю, а чем я хуже? У меня же есть талант. И потом, вот думаю, сколько сейчас девчонок сидит безработных, а так они пойдут ко мне работать. Я буду создавать коллекции. Ух ты, симпатичная штучка. А они будут вязать. Молодец. Слушайте, девчонки, ну это просто находка. Понимаете, что вот это просто находка для светской хроники. Вот представьте себе такие заголовки. Известный мачо, скандальный ловелас Сергей Никитин исполняет легкий танчик с дамой полусвета, которую он снял тут же в ресторане. А? Как звучит? Да это еще мягко сказано. Ну вот. А кто это барышня? Фейс незнакомый. Нет, у меня такое ощущение, что я ее где-то видела, лицо знакомое. Слушай, Юлька, я вспомнила. Это, наверное, стриптизерша, с которой ты работала. Сейчас получишь у меня. Шутка, шутка. Думай, что говоришь. Я, между прочим, не шучу. Нет, девочки, это просто так публиковать нельзя. Это такая вещь. Мы столько можем денежек на этом заработать. Ну, Сереженька, держись. Ну, держись, мой дорогой. Отольются коту Юлькины слезки. Ох, отольются. Ну, не было еще такого случая, когда Юлечка Полонская не придумала, что делать. Только вот что я еще подумаю. Господи, как… Как все неожиданно. Нет, нет. Я… Я не могу ехать. Почему? Я его совершенно не знаю. Как выяснилось, долгое знакомство тоже ничего не значит. Вот у меня девятнадцать лет, и что толку? Ань… Ань, мне больно на тебя смотреть. Ань… Ань, я погорячилась, я… Да ладно. Ничего, все нормально. Нельзя позволять, чтобы тебя использовали. Тем более, что это уже не имеет никакого значения. Он приходил. Кто? Юра. Господи, когда? Сегодня в поликлинику. Ну? Ну, ты объяснилась с ним. Угу. Он больше не вернется. Он застал у меня Петрова. Анька… Анька… Ну что, Василий? Высох твой талант. Ага. Или ты стал… Бродячим целителем. Милосты не собираешь. Женимаш, пасись, жур. Права была. Этот Риткин хахаль оказался… Выхухалем. Ты что, погнал тебя? Ага, испугался. Здоровая конкуренция. Вот если б я порчу умел насылать, или эту Сан-Сан-Са наслал бы. Ой, Василий, нет, нет. При трезвой жизни ты стал каким-то… Ну, просто каким-то, не знаю… Стал характер у тебя портиться. Ты посмотри на себя, стал каким-то желчным, злобным ворчуном. А был-то какой веселый. А ну, чтоб был, навеселее. Так чё ж твоя веселость, что в водке только заключалась? В чём водке? И в портвейне. В коньячке. В плодовой ягодном и выгодном. А чё с вами говорить? Пойду. Пойду. Анж, он не может обрадить Базиле, чтобы не было права. Но я не обрадусь. Я не обрадусь, просто… Пойдусь, просто… Выпьем. 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 Ну, если найду эту мерзавку, сам загрызу без суда и следствия. Убиваешься так, как будто бы заработал эти деньги потом и кровью. Ты же увёл их удоменить. Знаешь что? Что? Причём, не совсем честным путём, насколько я понимаю. А чему ты удивляешься, что им у тебя не понравилось с деньгом? Угу. Вор у вора украл. Банальная история. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Николай Николаевич? Здравствуйте, это Никитин. Тогда нам нужно встретиться. Здорово. 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 А у тебя тут как в настоящем офисе. А чем ты тут занимаешься? Да вот, пытаюсь идти в ногу со временем, но что-то плохо получается. Угу. А ты как, по делу или соскучился? СМЕХ Можете чайку заварить? Некогда мне на работе. Собирайся, Вить, я за тобой приехал. Что, опять в милицию? Ну, слушай, я никого не трогал, я ни в чём не участвовал. Да не суетись ты так. С тобой встретиться хочет один человек. Женщина. Приглянулся ты ей. Да? Угу. Какая женщина? Маргарита Калашникова. Слыхала такой? Директор суперники. Нет. Слушай, Петя, а ты можешь сказать, что не застал меня? Ну ты даешь, слушай, отказываться от знакомства с такой женщиной. Или ты испугался? А ну давай с этого места поподробней. Может ты уже с Риткой знаком? Да нет. Мне вот отчёт надо закончить. Давай так сделаем. Ты к ней поедешь, а я потом подтянусь своим ходом. Ты мне вот адресок оставь. Домашний. Ну а то. Смотри, Витёк, не дури. Мы договорились. Ты меня знаешь. Ну давай. Давай. Лиля! Господи! Ну вот. Привет! Как я рада тебя видеть. Я уже даже не думала, что мы встретимся. Они мне знаешь, какой срок хотели навесить? Сестрёнка. Какая милая хорошая. Нет. Так эй, Лямур Тужур, может вас отпустить? Поговорить хотите, а? Ой, Аняш. Давай я поработаю. Аняш, спасибо тебе большое. Это моя коллега. Чудесный человек, между прочим. Ты чудесный человек. И Артём твой. Тема, Тема, спасибо тебе. Такой сюрприз. Смотрите, как я вам благодарна. Ну, я уже тебя похоронила. А то раз, такое чудо. Тихо, Люба. Я этого никогда не забуду. Дон, что ты рыдаешь-то? Ну, господи. Ну, тихо, тихо, тихо. Что же мне теперь делать? Думай, крокодил, думай. Да. Надька. Заварила ты кашу. Петруш, Петруш, ну, погоди. Ой, Нитка прицепилась. Смотри-ка, невеста. Прекрати друг себя не заниматься. У меня начальство ждёт. Я знаю, я твоё начальство. К, Л, М, Мария. Маргарита? Ну? Ах, Мэмра. Ну, стоять. Стоять. Я тебе сказала, я тебя застрелю. Все, 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 все. Что ты заелась? Ведь люди ж смотрят. А? Ну, ты меня не позори, я человек уважаемый. Ты меня там… Брось! Захотел бы бросить, давно бы бросил. Еще после свадьбы. Все, ладно, нет. Прекрати. Ну, не плачь, а то он уже все ходит вокруг нас. Все, 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 все. Петень, коротенький, не бросай меня. Я тебя очень прошу. Ну, зачем тебе эти рыжие поганые бабы? Приходи домой пораньше. Я венца гублю. Посидим с тобой. По-семейному. Да. На ужин котлеты доваляй. Почему доваляй? Нормальные? И супермаркеты? Отставите супермаркеты. Мне теперь усиленное питание нужно. Да? И на кого ты это усиленное питание тратить будешь? А? Вот на этих? Вот этих вот? Рыженьких, да? Разукрашенных. Слышь. Ну, какие рыженькие. Ну, какие. Я свои гречки еле ноги волочу. Не то, что… Ну, дочь. Так вот, я… Я пришел к вам неофициально. Так, это уже интересно. Чего так? Ну, знаете, мне не очень бы хотелось, чтобы про это дело знал еще кто-нибудь, кроме нас. Ну, знаете, я не священник. Слава Богу. Слава Богу. Вы мне сейчас нужны как сыщик. Сколько мне известно, вы хороший. Поэтому… Дело в том, что… Я предлагаю вам одно расследование. Разумеется. Разумеется, за очень достойное вознаграждение. Ну, ладно, давайте так. Вы сначала мне все расскажите по порядку. А потом я подумаю, согласиться мне или нет. Меня ограбили. Поехали домой. Поздно уже. Да-да-да. Поедем. Все равно ничего не успеваю. А домой так не хочется. Страх как не хочется. А надо? Надо. Петя, а у вас с Лидкой любовь была? Почему была? Она есть. Он, Лидка, меня ревнует, как сумасшедшая. Значит, любит. Любит? А ты ее и ее? А я? Ем гречневую кашу, котлеты из супермаркета, значит, тоже. Вот это и есть настоящая любовь. Ладно, ты собирайся. Я тебе в машине подожду. Теперь ей необходимо раз в полгода проходить обследование, отмечаться. Но самое главное, самое главное, что сняли обвинение, да? Вот как бывает. А жизнь-то все равно изломана. А мы новую построим. Правда, Лиль? Я тоже не думала, что мне придется все с нуля начинать. Но это все ерунда. Главное, чтобы было с кем строить. Да, Елизавета Андреевна? Да. Красивая пара. Она тебя дождалась. Это я тебя дождалась. Дай-ка. А улитка пусть поможет Лиле. Держи. Вот теперь у тебя точно все будет хорошо. Спасибо. Ну что, все. Лид, поехали. Петя, а может, поедем куда-нибудь? А? Лит, ну ты чего? Ну, Лидка меня будет ждать. Не уснет. Ну и ладно. Тебя проводить? Чтоб не страшно было. Не надо. Тебя Лидка будет ждать. Как я вам завидую. Я тоже хочу, чтобы меня кто-нибудь ждал. Я буду смотреть на окна. Как включу свет, она из добралась. Да? Вот что-то скисло. Ой. Ну, давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Лидка? Лидка, ну как там, котлетки готовы? А, а винцо купила? Скоро буду. Ну, давай. Здрасьте. Ритуль, привет. Здрасьте. А тебя тут спрашивали. Так это, наверное, это, из модельного агентства. Приглашают меня поучаствовать в Мисс Вселенная. Но я сомневаюсь. Ой. Вот никогда я не пойму, когда ты серьезно, а когда так. Нет, это был мужчина, очень представительный, сказал, что с работы. А что хотел-то? Да ничего не хотел. Он спрашивал, когда ты с работы возвращаешься. А я сказала, что для тебя это еще слишком рано. Рано. Слушай, Ритуль, может попьем чайку? У меня моральню есть, смородину, а? А я это, устала. Давайте в следующий раз. Пойду. А лифт не работает. А что это такое? Да не знаю. Я пешком пойду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а! Э-э-э! А-а-а-а-а! Мум, вот, поделете, поможете! Мелисы! Моя мамочка! Так это что же такое? Рида! Держите себя! Лёшка, помогите, кто не хочет! Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова